В Москве штормит, а вот уж где всегда хорошая погода, так это в Крыму. К туристам в эти дни присоединились и те, кто приехал на международный фестиваль по экстремальным видам спорта. Выступают на воде, под водой, прыгают, летают, погружаются. Соревнования продлятся 9 дней. Впервые в различных дисциплинах себя могут попробовать новички. Наш корреспондент Виталий Каченко присоединился к их числу. Настоящий взрыв адреналина на мысе Тарханкут. Экстремальное развлечение на западном побережье Крыма на любой вкус. Впервые соревнуются не профессионалы, а новички. Весла нет. Чтобы рассекать по волнам на каяке, сперва нужно научиться правильно держать весло и грести. Инструктаж занимает всего 15 минут. Сначала лопа, потом ноги. То есть каяки нельзя стоять. Каяк не стоит раскачивать. Неожиданно промчавшаяся маторная лодка поднимает волну. Балансировать в море становится сложнее. Лично я на такой посуде не впервые в Черном море. Хочу вам сказать, что чувствую себя довольно-таки уверенно, но занятие это действительно экстремальное. В любой момент можно плюхнуться. Даже те, у кого за спиной сотни миль путешествий на байдарке, с каяком справляются не всегда. Победа здесь точно не главная. Те, кто предпочитает пляжному отдыху активный, в Крым едут за незабываемыми эмоциями. Крым, он уникален. Везде разный ландшафт, разные пляжи. И в принципе, они все идеально подходят для занятия каяки. Ты покоряешь море? Ты герой? Сапсерфинг – уникальная возможность почувствовать себя идущим по волнам. Для начинающих экстремалов научиться хотя бы ползать. Доску с плавником вы точно не потеряете. С помощью специального шнура ее привязывают к ноге. Это, конечно, доска для гребли стоя, но видите, пока... Извините, товарищ оператор, это не вершина мастерства, пока мы на коленях учимся. Первая попытка – встать на ноги и удержать равновесие. Только на миг отвлекся, и уже разглядываешь красоты подводного мира. Их жизнь – погоня за ветром. Так скользят по волнам со скоростью до 100 км в час уже признанные мастера. Чтобы освоить азы, накачать кайт, определить направление ветра и главное, от чего часто зависит жизнь спортсмена, не спутать стропы, хватит одного отпуска. Первое, конечно, было ужасное ощущение, потому что у меня ничего не получалось. Старайся локти держать. А потом я начала его чувствовать. Некоторые кайт-серферы приучают к экстриму даже от домашних питомцев. В пляжном волейболе сборной моделей Крыма равных нет. После игры обязательная фотосессия. От упражнений на турниках и брусьях, голова у зрителей кругом, воркаут, уличный фитнес для самых выносливых. Даже пройтись по этому пружинищему канату – подвиг. А крутить сальто и немыслимые пируэты кажется вообще за гранью человеческих возможностей. Канатоходцы ходят по круглому канату, а слэк-лайнеры ходят по стропе шириной 50 мм. Я приехал из Челябинска, это Урал. У нас климат намного суровее. На жаре очень сложно долго демонстрировать какие-то трюки. В программе главного фестиваля экстремальных развлечений этого лета – подводная охота, яхтинки и совершенно новый для России – хай-дайвинг. Прыжки в море с 27-метровой высоты на юге полуострова на скале Диева построили первый в стране трамплин. В конце июля в Ялте 12 лучших спортсменов со всего мира. Определят сильнейшего хай-дайвера. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Крым.